Привет, я Анна Неморякина в эфире программа дайджест на портале Москва Баку. Сейчас расскажем самые интересные новости из мира культуры, шоу-бизнеса и не только, которые произошли в России и Азербайджане за эту неделю сегодня в нашем выпуске. Жаркие каникулы. Куда из морозной Москвы сбежали звезды шоу-бизнеса? Семейное положение. Самые известные, холостяки и выпускник фабрики и продюсер Джонни выпустил мини-альбом. Обо всем подробнее расскажем далее. Пока зима в России бьет очередные температурные рекорды, звезды шоу-бизнеса уехали на каникулы в жару. Самые популярные направления для жаркого отдыха – Мальдивы, Дубай, Бали и США. В Дубае вместе с сыном Ратмиром отдыхают бывшие возлюбленные Тимоти и Анастасия Решетова. Многие их фолловеры предположили, что рэпер и модель сошлись сразу же после завершения съемок проекта «Холостяк», а их расставание и вовсе назвали пиаром. Решетова эти домыслы продолжает отрицать. По словам модели, они поддерживают с Тимоти теплые отношения исключительно ради их маленького сына. К слову, в Дубае Решетова примерила абаю – традиционное арабское женское платье. Многие подписчики отметили, что это восточное одеяние не очень к лицу. Пляжным отдыхом в Дубае сейчас наслаждается и Светлана Лобода вместе с мамой Натальей и двумя дочерьми. А вот на Мальдивских островах в числе других звезд сейчас отдыхает и Полина Гагарина вместе с детьми. По слухам, компанию недавно разведенной звезде также составляет новый возлюбленный – 48-летний саунд-продюсер Владимир Чиняев. Но никаких официальных подтверждений этому нет. Сама Полина личную жизнь не комментирует. Настя Каменских и ее муж Алексей Потапенко мне рассказывают, какую именно страну выбрали для своего январского отдыха. Однако по узнаваемым локациям можно сделать вывод, что пара также улетела на Мальдивы. Филипп Киркоров выбрал для отдыха США, а именно Майами. Вместе с детьми он посетил знаменитую студию Universal, а еще покатался на американских горках. После король российской поп-сцены, судя по всему, решил продолжить отдых на Багамах. Одна из самых же вытрепещущих тем для фолловеров знаменитостей – вторые половинки и тайные романы. А если учесть, что 2020 год прошел под знаком разводов, то, возможно, 2021 год станет, напротив, счастливым для некоторых холостяков. Представляем вам несколько звездных мужчин, которые давно фолловеры и СМИ пытаются женить. И первым в этом списке – Егор Крид. За его жизнью в Инстаграме следят более 14 миллионов фанатов, большая часть из которых – девушки. О своих отношениях певец не любит рассказывать. Публике лишь известно, что в свое время ему разбило сердце певица Нюша, на которую он хотел жениться. После той истории Егор не спешит говорить, а тем более показывать, с кем он проводит время. Один из самых популярных на сегодняшний день российских исполнителей Джонни – Джахид Гусинли – вообще никогда публично не объявлял ни имени своей девушки, ни тем более не выкладывал в соцсети фотографию с возлюбленной. Возможно, всю энергию певец тратит на творчество. Однако большинство его песен посвящены любви. Черпает ли он вдохновение из личного опыта или вдохновляется искусством – музыкант не говорит. Тимати – главный холостяк страны уже официально. За его сердце будут бороться девушки в одноименном шоу. Хотя фолловеры то и дело подозревают Тимура в отношениях с бывшей возлюбленной, но эти слухи и Тимати, и Анастасия отрицают. Еще один звездный холостяк – Александр Алиев, солист группы «Хам Али и Наваи». Молодого человека подозревают в теплых и даже романтических отношениях с певицей Марией Крамбери. Артисты появляются вместе на премиях, а также их видели несколько раз вместе на прогулке. Связывает ли их творчество или что-то большее, они пока не готовы сказать. И завершает наш список Эмин. В прошлом году 41-летний бизнесмен и музыкант развелся с моделью Аленой Гавриловой. Спустя несколько месяцев после этого объявления в сети появились слухи, что Эмин готов снова жениться. Однако они остались лишь слухами. Возможно, лишь пока, и музыкант вскоре перестанет скрывать возлюбленную. На днях Эмин снова решил пощекотать нервы поклонницам, опубликовав в своем инстаграм цитату Зигмунда Фрейда. «Любящий многих знает женщин, любящий одну познает любовь», сопроводив пост фотографии, на котором его обнимает множество женских рук. 2021 год объявлен в Азербайджане годом поэта и мыслителя Низами Гиндживи. К этому событию видеоплатформа Netflix сняла историю любви Лейли и Меджнуна, описанную Низами в своем произведении. Так, на официальном YouTube-канале Netflix Asia появился трейлер одноименного художественного фильма «Лейли и Меджнун», часть съемок которого проходила в Баку. Автор сценария и режиссер проекта – индонезиец Монти Тиша. По его словам, он вдохновился поэмой Низами Гиндживи и было принято решение экранизировать историю трагической любви на свой лад. Фильм, премьера которого состоится на Netflix 11 февраля в преддверии Дня всех влюбленных, расскажет историю индонезийской учительницы Лейлы, приехавшей в Баку по работе и влюбившейся в азербайджанца Самира. Драма состоит в том, что Лейла уже обручена. А сейчас коротко расскажем, что еще интересного произошло в России и Азербайджане. Актриса Мирьем Узерлим, сыгравшая в сериале «Великолепный век» роль Хюрем Султан, во второй раз стала мамой. Об этом она объявила 9 января, уточнив, что родила дочь, которую назвали Лили Кои. Мирьем не сообщает, кто является отцом Лили. Ряд СМИ уверен, что это американец, который проживает в Берлине. В Азербайджане объявлен конкурс среди композиторов на песню для Евровидения 2021. Композицию победителя исполнит представительница страны на международном песенном конкурсе «Самира Эфинди». Желающие принять участие в отборе песни могут сделать это до 19 января. Отметим, что Евровидением 2021 пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Азербайджанскую делегацию возглавит композитор и продюсер Иса Меликов. «Самира Эфинди» выступит во второй части первого полуфинала проекта. Россию на конкурсе представит группа Little Big. В прошлом году их песня «Уна» стала одной из самых любимых среди слушателей Евровидения и имела большие шансы на победу. Вице-президент фонда Гидара Алиева Лейла Алиева опубликовала на своей странице в Инстаграм стихотворение, написанное после поездки в сердце Карабаха, город Шушу. «Цветок волшебный, на соловья похожий, растет, живет, цветет в горах родных. И как желая столько лет вдали от рая, пусть мир велик, вместит своих, чужих и остальных, но как желая, столько лет душой скучая». Полный текст стихотворения можно прочитать в Инстаграме Лейла Алиевой. Отметим, что недавно Лейла Алиева вместе со своими родителями, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и первой леди Мехребан Алиевой посетила Шушу, которая была освобождена после 28 лет оккупации. В первый день 2021 года певица Валерия впервые стала бабушкой. Сама Валерия призналась, что плакала от радости и была безумно счастлива. Уже через несколько дней появились подробности рождения малышки на свет. Оказалось, что ее сын Арсений присутствовал на родах. Арсений и его супруга Лиана назвали дочь необычным именем Селин. Некоторые поклонники гадали, почему девочки дали турецкое имя, а некоторые решили, что молодые люди назвали дочку в честь певицы Селин Дион. Однако все еще проще. Имя девочки складывается из частей имен родителей – Арсений и Лиана. Не обошлось и без критики среди подписчиков Валерии, на которую певица отвечала сдержанно, однако в какой-то момент ее терпение все же лопнуло. Удивляюсь, когда советуют, какую кофту надеть. А вот это уже просто за гранью. Вам не кажется? Возмутилась она. Популярный российский певец азербайджанского происхождения, он же продюсер Джонни Эльман, приятно удивил своих поклонников, выпустив свой новый альбом под названием «Муза». Альбом состоит из четырех треков. Также музыкант представил свой новый сингл «Муза» в соцсети. Все эти композиции дуэты с Джоннием и исполнителями Андром и Гафуром. Напомним, Эльман, Эльман Зейналов родился в азербайджанском городе Сумгаид, недалеко от Баку. Семья музыканта переехала в Ростов-на-Дону. В 2017 году Эльман стал участником новой фабрики звезд. Молодой исполнитель не вошел в тройку победителей, но достиг поставленной цели – написать и исполнить песню, которой можно гордиться. Его сингл «Адреналин» попал в ротации крупнейших российских радиостанций. В данный момент Эльман как пишет, так и исполняет треки. Также он продюсирует артистов. Среди его подопечных как раз Джонни, Гафур и Андром. На сегодня это все. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк и подписывайтесь на канал «Москва Баку» на YouTube, чтобы не пропустить новые интервью со звездами, репортажи с кинопремьеры не только. Также все интервью и новости читайте на нашем портале. Ссылка в описании. Увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok